С конца прошлого года жители новостроек начали получать на руки государственные акты на право собственности на земельные участки и стали в рамках закона оформлять свои дома. На протяжении десятилетий люди не имели доступа ни к медицинскому обслуживанию, ни к школьному образованию, поскольку земельные участки не были узаконены. Но при легализации земельных участков мобильные группы сталкиваются с рядом препятствий. В некоторых районах построены дома, где проложены водопроводы и линии электропередачи. По словам директора госагентства по земельным ресурсам, не все дома, построенные самовольно, будут узаконены. Есть дома, которые построены на местах прохода линии электропередачи и газовых труб рядом с могилами, с полигонами и в местах, где есть риски наводнения. Всего таких участков на площади более чем 2000 гектаров, где уже стоят дома. На сегодняшний день разработан специальный законопроект, который будет регулировать ситуацию. Он сейчас рассматривается в Джугурку-Кенеши. В госучреждении кадастр на сегодняшний день поступило порядка 6,5 тысяч заявок. Обследовано 5707 строений и подготовлено к выдаче более 2500 технических паспортов. Официальная легализация всех земельных участков будет завершена до 1 апреля. В этом году наша работа по большей части направлена на трансформацию земель. Основной упор делаем на узаконение и определение самовольных строений. Кроме того, согласно постановлению 309, занимаемся уточнением земель Государственного фонда. Кроме того, в Кыргызстане на сегодняшний день активно ведется работа по освоению малопродуктивных земель. По словам специалистов, на территории страны имеется 9 миллионов гектаров пастбищ, большая часть из которых подвержена деградации. Так, в 2020 и 2021 году проведены подобные работы в Баткенской, Джаалабадской, Орской и Сыкульской областях. В этом году планируется провести работу в оставшихся регионах. Провели такие работы, определили площади и в результате выпустили картографическую продукцию, которая в настоящее время в виде цифровых картографических карт будет выставлена на общее обозрение. При желании у крестьян или у фермеров получить малопродуктивные земли для освоения, они могут ориентироваться по этим картам. Также, как сообщил руководитель Института по землеустройству Каргас-Гипрозем, для исследования почвы и определения качества земель в Таласе и Джаалабаде открыли лаборатории. Ранее такие учреждения были только в Бишкеке и Аше. Станции оснащены современным оборудованием в соответствии со всеми стандартами. Он также добавил, что точно такие же лаборатории планируют открыть в Иссыкульской и Нарынской областях. Нурбек Яманов, Ирланд Юнушалиев, Чингас Джумагула, Фалато, 24.